Доброго ночи! Это значит, что сегодня опять не спится, успеть бы рассказать всё, что знаю, всё, что помню, всё, чему научился у природы, подчёркиваю. Важно, что я научился не переделывать, не калечить деревья. Вот это вот третья серия, название тоже «Черенки за животворящие и будущее за прививками». Вот сейчас мы пролистнём так, чтобы оказаться там, где закончилась вторая серия. Мы это всё с вами проходили. Вот. Вспоминайте. Может, будут дополнительные вопросы, отвечу. Дело в том, что всё, что вы видите, это даже не на грани фантастики, это за грани фантастики. Я посмотрел, обычно у меня в фильме не более получаса, и отключается видеокамера. Вот. Поэтому я решил так, что если останется время, мы просто погуляем по моему саду с помощью фотографии. Так, так. Сейчас долго будет, давайте быстрее. Сколько мы уже с вами видели, проглядели. Где-то вот тут остановились. Вот. Вот, 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 вот здесь. Итак. Ускоренное плодоношение. На второй год. На яблоне прививаю грушу. Но это бы ещё вот нормальная прививка, нормальный урожай. Это скелетная прививка. Получается межвидовая. Это очень важный момент отражает. Момент, как межвидовая прививка. Это одно из чудес. Но недолговечное. Вот. Яблони на яблоне может служить у меня 30-40 лет. А груш на яблоне в два раза меньше всё-таки. Вот. Вот это вот пример. Как очень быстро получить урожай на второй год. Скелетная ветка. Но она же неправильно назвать скелет. Она не образует скелет. Это плодовая веточка. Стоит на неё привить. Побег этот расти никуда не собирается. Вот. Сейчас мы его поправим. А, вот так. Расти он никуда не собирается. Первый год две игрушки. Второй год две игрушки. Третий год одна игрушка. И на четвертый год мертва. Вот. Скорейшее окладношение. Скорее узнать, что же это за сорт такой. Вкус. Всё это быстро и недолговечно. Это межвидовые прививки. Вот. Это я уже показывал. Вот это вот пример переделки черешни. Вишни, вишня, в черешни. Веточка, которой я поделился. Вишня Жуковская. Она привез в Украину. Но в неё это дерево было внедрено. У меня несколько черенков черешни. Вот. Прошло время все они погибли. А когда я Чернобаеву эту пару веточек отдал, у него получилось три саженца. И на всех трёх висели черешни. То есть ветки, листья черешни. Это ещё один пример вишниной прививки. И очень перспективное дело, от которого отказалась новая. А люди простые, а плюс комплексы у нас получают такие чудеса. Вот это чудо, черенок или черенки вишни. Я её назвал так условно, вишня с генами черешни. Черенок попал в Каннград. И у Людмилы получилось вот такое вот место вишни черешня. А на второй побеге была всё-таки вишня. Но укропнённое вот до такого размера. То есть вы можете стать волшебниками за счёт того, что займётесь межвидовыми прививками. Вот. У той же Людмилы мои плоды, нет, мои черенки абрикоса бай. Она их привела, черенки на сливы. И у неё один, на этом дереве, повесили плоды 130 грамм. Это немыслимо, потому что у меня такого никогда не было. Ещё раз говорю, это примерный Людмилы привык. Это раскрывается некоторое свойство. А вот, наоборот, видите, вот обратите внимание на этот рисунок такой. Это значит, что здесь случилась беда отторжения ткани. Не приняло дерево. Вот, пожалуйста, казалось бы, только говорил про черешни навиждия. А вот, например, как она несовместима. Раз. Вот. Второй пример. Два. Вот он, это абрикос на сливе. Вот такая получилась страшная. Я чуть не назвал её раковая опухоль. Не хочет принимать. Вот. Черешина, вылочечная вишня, тоже интересно. Вот у меня одна фотография, вторая. Да, видите, это доказательство того, что корень вылочной вишни, а привил я персик. А привил персик, и у меня есть фотография, где он уже плодоносит, только найти её. Боже мой, у меня же гигантский архив, которого нет аналога ему вообще на всей планете. Вот. Вот эта фотография такова. Мне вот эту привитую грушу, привитую на дикую грушу, привез друг из Минусинска и подарил. Сказал, будут замечательные вкусные груши. Груши оказались несъедобными. Понимаете? Вот видите. Я понял причину, догадываюсь на 99,9% почему у него она. Пока была вкусная, а у меня нет. Он мне прислал, я ещё удивился так, на очень длинном, очень высоко привил. Вот. А кто помнит мои прививки, да, вы смотрели первую, вторую серию, там у меня прививки у самой земли, то есть я бы вот тут привил, в двух, трёх, пяти сантиметрах от земли, а он на такой высоте. И мне кажется, что дичок, он преобладает за счёт штамба. Получил перевес и испортил вкус. Вот это моя догадка. Что он испортил вкус, видать замечательные груши, есть невозможно. Если бы привил вот тут, а я всегда здесь прививаю, а у моей груши считаются самые сладкие в Сибири, а, наверное, и в России. Вот. Абсолютный вкус. И догадка моя такая. Здесь за счёт мощного штамба перевес получил подбой. Значит, он доминирует уже выше прививки. Вот такая догадка. Не знаю, интересно вам или нет. Прививка в центральный проводник. Тоже у меня удачная получилась. Вот. Вот эту фотографию мне прислали. Казалось бы, ура, у человека успех. Он взял вот этот вот поросель, так называемый, или там, как я назову, корневой отводок. Вот он взял, привил на неё плод. Яблоньку. Казалось бы, всё замечательно. Я ему, когда мне прислал письмо, ему ответил так. Дорогой друг, теперь, пока вы не отпилите основную яблоню, вот эту, этот развиваться не будет. То есть, таким ему и чуть ли не помирать. Можете обратить внимание, он просто почти не даёт, сразу перешёл в разряд веток плодовых. И берёте пилу, или не надейте, что вот эта вот яблонька, возможно, последняя и будет. Вот. Ну, раз мы говорим о прививках, я вам показываю, было так, у соседа. А время было второе полное лето. Я говорю, сосед, ты чё, снимай скорее плёнку, губит же. Да, это даже вот тут видно, что губит. Плёнку мы с ним сняли, вот и всё. Вот из-за такой, казалось бы, мелочи, передержал плёнку, получил гнилушку. Ещё пример, он поразительный чем. У меня есть ещё пример, как один из наших садоводов-халтурщиков продаёт на рынке. Вот. Естественно, что он продаёт. Не естественно, но он продавал именно с неснятой плёнкой. Когда я спросил, что ты делаешь-то, он говорит, а, купят, снимут. Вот. А вот этот снимок у меня получился историческим. Сложилось там. У нас есть плодопитомник. Туда, в сторону Шушенска. Не хочу называть. Оттуда ко мне заехали садоводы. У них уже несколько саженцев было куплено до меня. В том самом питомнике возле Шушенска. Вот. Я обратил внимание, что там изолента ещё. Именно изолента. Тоже другого не придумали ничего. Я снял эту изоленту, не выдержал. Говорю, видите, вам продали мёртвое садово. Здесь уже халтурщики. Они должны были снять его где-то в июле. Так. А вот результат того, что не сняли. Представляете? На следующем ещё с этой плёнкой простояло второе полное лето, осень, зима и весна. И весной этот садик выкопали. Это очень паршивое отношение к своей работе. Вот в этих вот толстых полиэтиленовых мешках я хранил черенки в погребе. Почему именно так? Вот. Вы помните, почему мы про черенки говорим? Там было название черенок животворящий, живоотворящий. Вот. Обычный полиэтилен, вот вы, например, хлеб в нём храните. Ну, или даже в магазине покупаете. Он уже в мешочке полиэтиленов. Этот мешочек пропускает и воду, и воздух. Пусть медленно пропускает. Значит, даже мешочки сохнет. Поэтому у меня хранение в толстых полиэтиленовых мешках. Можно сделать самим. Можно самое толстое найти, в котором мы их называем мусорными. Самое толстое. И в них хранить при температуре близко к нулю. Вот. Видите? Вот это вот прививка своеобразная. Значит, фотография своеобразная. И мой вам совет. Вы видите нормальную работу, вы видите жизнь кипит, вы видите маточный сад, все вы видите. Но когда вы обращаетесь в сотню, вторую, третью плодопитомника интернет-магазина, вы спросите, где у них маточный сад. И никогда, до сих пор, еще ни разу ответ не был получен. Кроме нескольких волшебников, у нас осталось в стране настоящих. Наверное, не больше, пальцев на руках и ногах. А плодопитомников и интернет-магазинов сотни. Сотни из них присвоили мы фотографии. вот с этого сада. И всегда, когда вы будете обращаться к ним за садовцами, первый вопрос звучит так. Откуда дровишки? Второй вопрос. На что привито? Потому как они не смогут ответить, вы поймете, что вы нарвались на халтурщиков и мошенников. И третий вопрос. Можете ли мы живым рядом специально так задавать вопрос? Специально прикалывайтесь. Я живу рядом, я с тазиками ведра приеду, выкопаем питомник. А питомника то нет. А можно посмотреть на ваш сад. А сада то нет. И миллионы людей обманутых, если вот так разойдется вот эти мои слова по России. Миллионы человек не будут обмануты. У них не будут выточены из карманов миллиарды рублей, а ведь мы не богатые. Так обидно, что все это превращается в ветки, предназначенные для костра. Вот видите, вот так вот они прививаются, а потом закапываются до осени или до следующей весны. Вот в чем разница просто выращивать и выращивать под бутылкой. Видите, тут снег, тут отрицательная температура, но солнце подогревает, там внутри теплица, вот видите, капельки влаги и уже вытаяла земля, а значит процесс пошел. Сибирь отвечает за тем, что большинство саженцев, даже если питомник добросовестный, лето слишком короткое для них, для южных растений, а в Сибири, в частности в Сибири, это касается Урал, Дальний Восток, Север России, деревья не успевают вызреть, масса огибнут миллионами, никто не может до этого дотумкаться, что если под бутылкой сделаете, идет срок месяц за два, вот это уже сам месяц, которого не хватало, вегетационного периода, который не хватило бы. Отсюда слава просаженцев неумирающих железов, а вот пример, питомник лет 5-6 назад полностью передал Сергею железов, вот, мастер 14 лет у меня является моим помощником, лучшим учеником, вот его питомник, а я отошел отдел, занимаясь продажей высылкой черенков на прививку, косточек, семечек, шикарных сортов, у которых теперь во всей стране косточки такие, как у меня и черенки такие, как у меня больше нет ни у кого нигде, я единственный, я не то шел там лучше или там первые пятерки или десятки, нет, я единственный, у кого такое качество, вот, сейчас вам покажу, вот это вот заказ, он переезжает это за заказ в Казноярск, видите, сколько тут черенков, ну-ка, сейчас посмотрим, процент касается, тут у меня где-то цифра была общая, а считать 26 плюс 20 46 плюс 8 54 и 10 64 черенка, это будет, а сортов здесь, ну еще раз полегучись, вот это настоящая работа, больше этого достать негде и никогда, негде и никогда, так, когда тут человек в Красноярске будет занимать лидирующее положение по тем же показателям, вот эта фотография, манджурские абрикосы, готовится к прививке, тема, видите, та же прививка, готовится, то есть в конце сентября, начале октября выкапаются, обрезаются, оставляются вот такие вот, это специально делается, и садятся уже не на постоянное место, но как бы для плодопитомника постоянное место, то есть потом они будут привиты, я во второй серии показывал, я на коленях делаю, мой сын Сергей на очень низенькой низкой скамеечке, наклоняется и отрезает у него руки длиннее, вот, и весною прививаются их ни одного случая, что вот массовая гибель по стране, она связана с, тут у него уклон, малоснежье, а по стране массовая гибель связана с выприванием, раз, где очень глубокий снег, или где ровная поверхность, или даже вода стоит, особенно весной во время половодия, происходит выпривание, а так они вечные, то есть у меня ни разу в жизни не погиб ни один манчжурский абрикос. Вот это особый снимок, да, прививка, но радоваться нечему, вы видите, вот здесь были саженцы железа, они были проданы, вот пустые горшки, не все в горшках берут, не все, почему? Потому что в горшках невозможно отправить за тысячу километров, за две, тогда из горшков вынимаются, обрезаются, верхняя часть, это святое для нас, мы единственные, кто, Сергей, мы это делаем на всю Россию, вот, и поехали, а почему этот остался, почему это слива, кстати, вижу, что это, что у Неверо-Востока роскошная, почему она осталась не продана, халтура, так случилось, иногда происходит прирождение почки, из одной почки сразу лезет десяток, бывает, вот, почему, не зря, вот, отказавшись от прививок, наука, брезгливо бурчит, а, у Железова химеры, да, это химера, ну, одна из там сотни, ничего страшного, ускоренное плодотношение на второй год, ничего хорошего, в чем заключается мой совет, пожалуйста, не протягивайте свыше ловлево ручки, и не отрывайте ничего, вот, сами отсыпятся, и никогда этого нельзя делать, ни кастрации, это же и кастрация, это же и, его можно назвать даже, знаете, как таким нехорошим словом аборт, никогда этого не делайте, вот, редкий случай, один на тысячу, когда что-то берет и остается в виде плода, вот, то есть, этот плод появился первый год после прививки, редчайший случай, непоказательный, еще раз говорю, ни от каких, как вас учат многочисленная литература, охрану, им надо развиваться, вот видите, отравите, ничем, никакого вмешательства, вот, это должно быть, в принципе, вот, еще нашел тоже ранее плодношения на второй год, вот, потом проходит осень, то есть середина лета, и ни одного плодика, пустоцвет, это, это нормально, вот это вот, межвидовая прививка, несовместимость биологическая, видите, вот, пытался мой друг взять и на сливу привить абрикос, развивался, это пора до времени, потом взял и умер, вот, действительно такая хитрость, и привито низко, но, я всегда говорю, что, межвидовые прививки хороши, когда, мы, закон сопочинения почек, железового соблюдаем, он называется так, после пятой прививки, по двое, должна идти, ой, после пятой почки, по двое, должна идти, шестая почка привоя, кто поймет, даже легко понять, вот видите, яркий пример, тоже мне прислали фотографию караула, что получилось, что получилось, биологическая несовместимость получилась, вот, вот еще пример, это у меня, черешня привита на вишню, хотел сделать скелетную прививку, но черешня деревом, от природы мощнее, у него генетика более такая, поэтому не получилось, правда, в следующий год, она была мертва, вот яркий пример, значит, вот это вот пример, это сад моего друга Чернобаева, мои саженцы переехали к нему, вот, старый снимок, дали вот такой вырожай, вот, привычная лента, немножко про, это я, немножко, немножко про, школьный вопрос, про продажу, этих ленточек, ленточки привычные для прививок, видите, как классно сделано, Сафронов мой друг, он же, житель Кузбасса, Новокузнецка, он сам своими руками, на гильотине нарезал, делал все красиво, здорово, и вот, вроде самоделка, но, это, лучшая альтернатива этому нет, ни изолента, ни как я показывал, там, мне прислали, как бы набор, привычный нож, нож оказался, заточен на обе стороны, помните, предыдущая серия, и годится он только для нарезки хлеба, а к нему было еще в виде, чтобы получился комплект, был еще рулончик этой самой, она называется сантехническая, такая, да, тебя тянешь, она как сопля, она хороша для обмотки ран, этих самых, протечек на трубах, на водопроводах, но, как, человек откуда знает, купил, купил, еще и мне прислал, вот, ту самую, помните, двухсторонняя заточка нож, и ту дрянь, то есть, она не дрянь, но она сантехническая, а вот это настоящее перед вами, значит, один из принципов нарезки черенкова, отрезаем почти, кроме 5-6 нижних почек, отрезаем всю ветку, всю, никаких верхушек, вот, видите, справа, это то, что я выбрасываю, слева, это то, что пойдет на прививку, а теперь представьте себе, что я с десятки раз получал то, что вот это, оно не годится совершенно на прививку, вот, вот это имейте ввиду, и так, ценная часть, длинная метровая, двухметровая, я показывал, двухметровая ветка, это нижняя половина, самая ценная, вот, а вот это после заготовки черенков, вот столько осталось веточек персика, обидно, страшно, этого нет ни в одном институте, они почему-то делают вид, что это самое, ну, у них-то другой принцип, они делают вид, что работает, им делают вид, что платят, это старая горькая советская шутка, вот, даже вот это, то, что я выбрасываю, это могло стать основой, прекрасных садов по России, а потом весенняя обрезка, я противник обрезки в принципе, не знаю, что не подходи, но почему я режу еще, когда отрезаешь, потом вырастают новые побеги, молодые, и они с новых молодых побегов, у меня будут черенки, и вам продать, и Сергеевну прививку, для развития этого, и маточного сада, и питомника, ну, а так получается, куда потом, костер, но, и даже вот это вот, что вот это бесценная вещь, и вот это бесценная вещь, если бы, когда-то вдруг, будет дана отмашка, и в срочных железово, и наконец-то заводите настоящие сады, вот после этого, вот только, тут была бы вереница машин, и этих самых, командировавших самолетов, прилетевших с Москвы, из Питера, чтобы вот этого спасти хотя бы, я уже не говорю о том, что хорошо, вот оно, видите, это я рассылал, это человек получил, распаковал, и сделал вот такой калаш, здорово, да, этот товарищ далеко пойдет, я всегда говорю, вот заказал вот столько, или вот свежий заказ, да, можно сразу, автоматически, сразу, через несколько лет, закрывать все, ГСОУ, все эти, НИИ, потому что они, фактически, в холостую работают, и вот этим людям отдать, право, вот таким вот, заниматься наукой, даже если они как это, как какой-то металлург железов, как какой-то, этот строитель Иванов, вот, энергетик Петров, нас много, только что мы не нужны науке, вот, вот это вот, еще один пример, посмотрите внимательно, вот когда вот здесь вот я отрезал, да, полноценные ветки только вот эти, толстые вот вверхи идут, это имя два года, а там выше, веточки на прививку, а вот эти веточки, вот, они родились не от почек, они родились от клеток, это так сказать, от клеточного уровня, они не полноценные, вот это я хотел подчеркнуть, вот, а полноценные вот они, приросы последнего года, вот их-то я срезаю, и Сергей срезает, и я до продажи вам. Почему я говорю, что я монополист? Вот это тот, который Владимир Александрович, я уже вас познакомил с ним, где он у меня, вот он, видите, уникальный сад, вот, вот он пытается продавать черенки, кроме издевательства, говорит, попробовал, получил не одно ведро, не знаю, на свою голову, и прекратил это дело, остался я один, на всю страну, я имею в виду, не просто, именно то, что они качественные, так, и сейчас, через 2 минуты, он закончится, подключится, это видео, поэтому будем, ему и заканчивать, значит, когда-то я, вот у меня, вот этот сад, да, был, его сожгли, мотоциклисты приехали, дали, вот они, мертвые яблони, а буквально, весь этот, оказался заражен, корневыми отводками, которые полезли тысячами, и вот так я делал, то есть, думаю, споршиво, в сожженном саду, я делал прививки, прямо, на коленях, лучше, черенки, выбирал лучше, эти саженцы, вот они, и прививал, а потом, когда почки зеленели, вырезал, с комами земли, земля плотная, хорошая, и на лодку перевозил, через протоку, и в саду, продолжал, или с, прямо, вот таким вот образом, привал, помните, там у меня в руках был, так, наверное, сейчас все равно, заканчиваем, может, тогда вернуться, показать его, лишний раз, потому что, вот этот способ, хороший тем, что я начинал, когда-то так в лесу, вот, так, я делал так в лесу, держим, делся-то, сейчас, 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 ну, вспомните, у меня в руках был, сковом земли, прививка, и накрыта бутылкой, это я боюсь, что я сейчас не найду, тороплюсь сильно, вот так я делал в лесу, и переносил, в этот самый, к себе, в сад, пропинулся, то есть, довольно эффективный способ, так, друзья, закончилось наше время, вот так это называлось, черенки животворящие, вот, это третья серия, и последняя, я, в принципе, сейчас так, немножко рассказал пошире, надеюсь, вам эти три фильма пригодятся, потому что мне нужно, продавать черенки, семья-то большая, до два человека, помните, не красу кажется, вот, и, заказывайте, и черенки, и семечки, на подбой, форточки, которые могут, имеется самостоятельное, значение, даже без будущих, прививок, и привать надо учиться, чему я надеюсь, вам помог, все, друзья, до свидания, эта серия закончена, а еще будет их сотни, количество снятых моих фильмов, пошло на тысячи, надеюсь, я вам пригожусь, до свидания, друзья.